Я хотел сделать видео о том, как писать маркерной краской с помощью кисти, славянский шрифт, но получилось видео о том, как я делаю вывески. Что касается леттеринга славянскими буквами, это шрифт полуустав, очень удобно его писать именно широкой кистью, а не маркером. Но те, кто пробовал это делать, знают, что довольно сложно подобрать краску, которая бы за один проход оставляла плотный и четкий след. Оптимальным решением оказалось взять краску прямо из маркера, то есть я раскручиваю маркер и использую его как резервуар с краской. И широкой кистью рисую яркие плотные буквы с первого раза. Что делаем дальше? Мы намечаем на вывеске два рисунка справа и слева от названия. Это делается мелом, просто контуры того, что там будет дальше. По рисунку выбираем кисточки и следующий шаг грунтовка. Если рисовать прямо по черному цвету, то прозрачные цветные краски будут просвечиваться. В частности, желтая краска на просвет с черным фоном будет зеленого цвета. Нам это, конечно, не нужно, потому что у нас очень много будет желтого в оформлении. Мы же рисуем сыр. А для сыра желтые оттенки это основной цвет, поэтому используем акриловый белый грунт. Я рисую акриловыми красками Амстердам. Это лучшее, что я нашел. И здесь смешиваем средний желтый, охру и вермельон. Используем титановый белый для разбелов. Все сырные цвета в тенях и в объемах накидываются вот этими четырьмя красками. Их вполне достаточно для начала. Потому что мы же не рисуем все сразу в готовом виде. А сначала делаем подмалевок, чтобы определить цветные пятна и разобраться, насколько симпатично они выглядят. Ну, кроме сыра здесь у нас еще будут фрукты. На этой стороне будет инжир. Для него я добавляю фиолетовый, красный нафтол. А темно-синий это берлинская лазурь. И тоже довольно грубо в общих формах накладывают цвет. На другой стороне, около сыра, будут две небольших виноградных грозди. Красный виноград рисую теми же самыми оттенками, которые использовал в инжире. А зеленый виноград, это беру бриллиантовый зеленый, плюс та же самая охра, та же самая берлинская лазурь в тенях. И средний желтый с охрой на освещенных участках. Вот, картинка готова. Что делаю сейчас? Сейчас это я замазываю черной краской, краской которой закрашен фон. Маскирую случайные штрихи, неровности, уточняю контуры букв. Закрашиваю случайные брызги краски на доске. Вот так делается вывеска ручной работы. Мои вывески можно увидеть по всей Москве, по всей Московской области. Рисую их довольно много и довольно часто. Спасибо. 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 Спасибо.